Привет, друзья! Меня зовут Сабир Яникеев, и вы на канале Гальский Всадник. Я считаю, что история — это наука, а наука — это клёво. Более того, одна из самых главных задач науки и уже популяризаторов науки в том, чтобы развенчивать самые расхожие мифы и лженаучные заблуждения, которые циркулируют в нашем обществе. Давно хотелось поговорить, и вот, наконец-то, повод есть. Дело в том, что 1 февраля отмечает свой день рождения гигант мысли, талантливейший музыкант, специалист буквально во всех вопросах мироздания, автор и исполнитель песни «Плод» Юрий Эдуардович Лоза. Лоза известен как сторонник просто какого-то циклопического количества самых разнообразных лженаучных идей и представлений. И как бы мракобесов в российской медиасреде хватает, но Лоза умудрился затмить их просто потому, что он умудрился в одном лице соединить столько лженаучных заблуждений. Тут тебе и теория плоской земли, и пирамиды из бетона, и антиваксерство, и фаменковщина в самых различных вариациях. Как такое можно совместить в одном человеке, я не понимаю. И я уже предвкушаю возгласы. Сабир, ну чего ты докопался до сирых и убогих? Извините, друзья, но по моему мнению, со лженаукой следует бороться просто по факту того, что это лженаука. И эти убеждения просто засирают гражданам мозг. Ну и кроме того, это просто весело. А теперь, дорогие друзья, заваривайте чаек, потому что наш маленький плод отправляется в увлекательнейшее путешествие по океанам такого бреда, который только способно сгенерировать человеческое сознание. Но перед этим я прошу буквально еще 3 минутки вашего времени посмотреть небольшой видеоролик. Осторожно, видеоролик может вызвать потерю сознания, плоскую землю и эпилептические припадки. Простой самый вопрос, который я всегда задаю. Если столица была в Санкт-Петербурге, почему Наполеон пошел на Москву? Маленький купеческий город, который не имел никакого значения. До наполеоновского вот этого вот похода русские воевали с бородами. Почему они воевали под одним и тем же флагом? Вы сравните их триколор, наши их, это просто один и тот же флаг. Кутузов, умный наполеоновский генерал, самый успешный из французских генералов, он стал Кутузовым. Первый город, который взял Кутузов, был Смоленск. Как только Кутузов сжег Москву. Он пустил туда одних французов. И поэтому французов потом можно было выставить в образе врага. Логично? Ну как вам? Ну ладно, ладно. Давайте проявим хотя бы капельку уважения к человеку, который 40 лет жизни посвятил изучению и доказательству теории плоской земли. И первый вопрос, который так занимает Юрия Эдуардовича, это почему же Наполеон пошел на Москву, если столицей империи в это время был Санкт-Петербург? Если столица была в Санкт-Петербурге, почему Наполеон пошел на Москву? Человек, который, ну, не знаком с историей. Вот просто вот он взял, открыл, и вдруг выясняется, первое, что он видит, Наполеон собрался в Москву. Чего делать? Маленький купеческий город, который не имел никакого значения. Чего он сюда поперся? Вот столица, она ближе. Туда идти, в Европу, в Питер, ближе, лучше. Там сидит царь, хочешь победить, но иди завоевывай его. Ничего подобного. Ну, тут на самом деле ответ довольно прост. Просто потому, что на Москву отступала русская армия. Дело в том, что Наполеон это в чистом виде апологет стратегии сокрушения и сторонник решительных мер. Решительность вообще является, наверное, самой характерной чертой не только его полководческого стиля, но и всех предпринимаемых им действий. И для Наполеона эта война была лишь логичным продолжением политики. Он стремился навязать России свою волю и сделать так, чтобы она следовала в нужном ему политическом русле. Но это ни в коей мере не была для него война на уничтожение. Он не стремился к уничтожению русской государственности. Как убедительно показывает Владимир Николаевич Зимцов, страны начали скатываться к войне еще осенью 1810 года. И на всем остававшемся до начала боевых действий промежутке французские планы претерпевали изменения. Дело в том, что на начальном этапе и Наполеон, и французское руководство на полном серьезе считали, что боевые действия начнет Россия. Что это Россия первая нападет на Францию. Заметьте, я сейчас не о том говорю, как это было на самом деле, а о том, что французское руководство и личный император рассчитывали именно на такой вариант развития событий. Но постепенно события менялись и было решено перейти от оборонительного плана к наступательному. Однако и при таком варианте планирования ни Москва, ни Петербург не фигурируют. Но как же так? Да все потому, что не они были главными целями. Ни Москва, ни Петербург, ни другие русские города Наполеона не интересовали. Самый весомый аргумент внешней политики любого государства – это вооруженные силы. И Наполеон свой план строил именно в расчете на то, чтобы в приграничных областях разгромить русскую армию, навязать ей генеральное сражение и уничтожить, пользуясь подавляющим численным преимуществом. Просто ставка на генеральное сражение, причем с подавляющим превосходством в войсках, не предполагала продвижения вглубь русских территорий. Все должно было решиться на территории бывшей Речи Посполитой. Но, как все мы прекрасно знаем, русская армия стала уклоняться от генерального сражения. Она стала отступать. В итоге, 24 июня 1812 года Наполеон начинает переход Немана, а уже 28 июня, то есть через 4 дня, русская армия берет и оставляет Вильно, на минуточку, третий город империи. И вот дальше перед Наполеоном уже встают два варианта развития событий. Первый – отступить, либо остаться на уже занятых территориях. Но это имело бы самые пагубные политические последствия, потому что Наполеон до этого имел репутацию лишь победителя. И если бы он остановился, либо тем более отступил бы обратно за Неман, с современниками это было бы однозначно воспринято как надлом. И вот этого допустить уже никак не мог Наполеон. И второй вариант развития событий, в общем-то, нам всем прекрасно известен. Наполеон выбрал именно его. Преследовать русскую армию, попытаться ее настичь и навязать такие генеральные сражения. Ну, исход всем понятен. И вновь повторю, что ни Москва, ни Петербург вот в этом вышеописанном плане не имеют определяющего значения. Все должно было решиться на территории западных губерний. А Москва в качестве хоть сколь-нибудь достижимой цели начинает появляться исключительно после Смоленска, уж никак не раньше. Именно русская армия при таком варианте действий становилась главным объектом воздействия, а не какие-то пункты на карте. И в тех условиях это был максимально здравый, логичный и рациональный путь. Иначе в тех условиях действовать Наполеону было нельзя. Другое дело, что система русских контрмер в конечном итоге пересилила этот наполеоновский план. Но то, что он был абсолютно здравый, это отрицать нельзя. Только лишь потому, что русская армия избрала путь отступления к древней столице, Наполеон пошел по этому же пути. Грубо говоря, это не Наполеон пошел Москву завоевывать, а Барклай и потом уже Кутузов двинулись по направлению к Москве. И не надо быть выпускником Академии Генерального Штаба, чтобы это понять. Следующий момент, наверное, один из моих самых любимых. Первое, что он видит, Наполеон собрался в Москву. Что делать? Маленький купеческий город, который не имел никакого значения. Что он сюда поперся? Если что, под маленьким купеческим городом, который не имел никакого значения, Юрий Эдуардович имел в виду второй город империи. Первый это, разумеется, Петербург, второй Москва и третий, как мы уже выяснили, Вильно. Прежде всего, по населению Москва никак не могла значиться маленьким городом, не имевшим значения. К концу 18 века здесь проживали 175 тысяч человек, а к 1811 году уже 275 тысяч человек. В ходе войны население сократилось, если мне память не изменяет, до 160 тысяч, но уже забегая вперед, к 30-м годам 19 века население древней столицы составляло 300 тысяч человек. Характерно, что этот прирост шел в основном за счет миграции населения из сельских областей. Тогда вообще в городах смертность превосходила рождаемость. Разумеется, основную долю населения составляли непривилегированные слои, и очень высока была доля тех, кто приходил в Москву на заработки. Численность мужчин почти в полтора раза превосходила численность женщин. Объясняется это довольно просто. Как я уже сказал, в Москву шел приток населения, привлеченного промышленностью и торговой жизнью города. Еще раз подчеркиваю, что прирост населения за счет пришедших на заработки является свидетельством высокой хозяйственной активности в Москве и ее важного экономического значения. Опять же, это никак не соотносится с маленьким купеческим городом, не имевшим никакого значения. И стоит отметить, что московская промышленность основывалась более на вольно-наемном труде, потому что доля приписных крестьян, то есть крестьян, приписанных к фабричным предприятиям, в населении столицы была сравнительно невелика. Всего лишь 1,6%. Основу работников московских предприятий составляли помещичьи-крестьяне, которые были отпущены своими хозяевами за оброк, на заработки. И они уже, в свою очередь, нанимались работать на предприятия столицы. Да, с одной стороны, это было такое же зависимое население, но все-таки отпущенный таким образом помещичий крестьянин все-таки обладает, ну, несколько большей свободой, чем обычно. И вот таких в населении Москвы было уже 15%. Число дворян в Москве было сравнительно невелико. Всего лишь около 6,3%. Однако именно дворяне играли важнейшую роль в военной и гражданской администрации города. Дореформенная Москва совершенно небезосновательно могла называться дворянской столицей. Тем более, что к 1811 году здесь проживало огромное количество вельмож еще Екатерининского времени. И само собой разумеется, что те молодые дворяне, которые желали сделать карьеру, неважно военную или гражданскую, они в основном ехали в Петербург. А в Москве оставалось дворянство либо неслужилое, либо вышедшее в отставку. И, разумеется, дворянство задавало тон всей городской жизни. И именно при Александре I Московское благородное собрание стало именоваться Российским, таким образом подчеркивая статус Москвы как дворянской столицы. Ну и, разумеется, Москва являлась важнейшим торговым центром всей империи. К 1811 году здесь проживало чуть меньше 16 тысяч местных и около трех тысяч иногородних купцов. В совокупности это давало 7% населения. Со временем целый район Москвы, а именно Замоскворечье, стал по факту купеческим. Вот что пишет Алексей Федорович Малиновский в своем обозрении Москвы в 1820 году. Москва есть средоточие российской торговли, общественное хранилище, в которое самая большая часть привозимых товаров входит и из столицы сей во все губернии и за границы отпускается. Ну и, наконец, в общественном сознании Москва представала древней столицей и олицетворением всех русских начал. Как бы это ни играло на моих чувствах, но Петербург был сравнительно молодой столицей, основанной Петром Великим чуть более века назад. Сенат переехал в Петербург лишь в 1712 году и такой длительной многовековой истории, как Москва, он не имел. Именно Москва в народном сознании была неразрывно связана с прошлым российского государства. Вот что пишет в начале века в журнале «Русский вестник» Сергей Глинка. «Для внимательного наблюдателя Москва есть многообразное и нестащимое училище. Вся российская держава со всеми разновидностями своими в ней заключается. Путешественник в одной только Москве, исследовав образ жизни, нравы и обычаи, может сказать, возвратясь в свое отечество, «я был в России». В Москве почти без книг можно учиться российской истории». А вот слова Николая Михайловича Карамзина из записки о московских достопамятностях 1817 года. «Москва будет всегда истинной столицей России. Там средоточие царства, всех движений торговли, промышленности, ума гражданского. Красивый, великолепный Петербург действует на государство в смысле просвещения слабее Москвы, куда отцы везут детей для воспитания, и люди свободные едут наслаждаться приятностями общежития. Москва непосредственно дает губерниям и товары, и моды, и образ мыслей. Ее полуазиатская физиогномия, смесь пышности с неопрятностью, огромного с мелким, древнего с новым, образование с грубостью, представляет глазам наблюдателя нечто любопытное, особенное, характерное. Кто был в Москве, тот знает Россию. Первое, что он видит, Наполеон собрался в Москву. Чего делать? Маленький купеческий город, который не имел никакого значения. Чего он сюда поперся? Вот столица, она ближе. Туда идти, из Европы, в Питер, ближе, лучше. Там сидит царь, хочешь победить, но иди завоевывай ее. Да, я прям представляю, как Наполеон пытается завоевывать Александра. Надо было бы совета у прусской королевы Луизы спросить, у нее с этим явно получше было. А вообще, всякий раз, когда кто-то говорит, что Наполеону следовало бы идти на Петербург, потому что там, дескать, царь, я всякий раз представляю, что Александр I к брусчатке Дворцовой площади просто приклеен, ну или в Зимнем дворце снаружи заперт, как будто царь не может никуда из столицы деться. Я уже долго и подробно говорил, что главной целью Наполеона в кампании 1812 года был разгром русской армии, а не занятие русских городов. Ему совершенно не нужно было идти вглубь русской территории. Но даже если на секундочку хотя бы представить, что слова Лазы имеют под собой хотя бы какое-то рациональное основание, то Наполеону в принципе не могло прийти в голову идти завоевывать Петербург. Как минимум потому, что тогда он оставил бы у себя с фланга и тыла русские армии. А вот это уже означало бы все, конец мероприятия. Ну и давайте вспомним, когда началась эта кампания. Наполеоновская армия начинает переход Немана только 24 июня 1812 года. Треть лета уже позади. Это очень поздно для того, чтобы начинать кампанию. А идти на Петербург в условиях приближающейся осени... Ну такое... Тут-то погода и так, откровенно говоря, не блещет. Если кто вдруг забыл, я напомню, что Петербург так-то по широте находится севернее Стокгольма. Ну и конечно же не стоит забывать, что в плане прокорма армии все вот эти псковские, новгородские, ингерманландские земли крайне бедны. И идти сюда с той оравой людей, которую имел под ружьем Наполеон, ну как-то явно не стоит. Простой вопрос я вам скажу. Зачем побрели всю армию российскую? От вшей. Русские воевали 500 лет, не было никаких вшей. Всегда были с бородатой армией. До наполеоновского вот этого вот похода русские воевали с бородами. На Куликовском поле, вы хотите, чтобы они вшивые были? Александр Невский не был вшивым, кем он сказал? Побрели их еще при Петре? Нет. Нет, нет, нет. Очень мне понравился пассаж Лозе о том, что до наполеоновского похода русские, дескать, воевали с бородами. И тут я, честно признаться, даже говорить-то особо ничего не хочу. Всех отсылаю к замечательному выступлению Ксении Чепиковой на 17-м форме «Ученые против мифов», где она развенчивала, собственно, мифы о Петровской эпохе. Ксения – это очень талантливый, замечательный историк и популяризатор науки. И она весьма убедительно показала в своем выступлении, что мода на бритье бород начинает набирать серьезную популярность на Руси уже в середине 16-го века. И если мы говорим о регулярной русской армии, которая без всякого сомнения была создана Петром Великим, то да, бороды там сбривали. У нас имеются изобразительные источники, которые датированы 1698 и 1700 годами. И вы не поверите, там русские солдаты изображены уже бритыми. Так что побрили русских солдат задолго до 1812 года. А вот теперь о том, что касается вшивости, поскольку здесь ошибается еще и ведущий. Дело в том, что бритье бород, что в русской армии, что в русском обществе, было вызвано, скорее всего, соображениями моды, а никак не санитарными соображениями. Тем более, что петровским солдатам предписывалось носить длинные волосы до плеч и зачесывать их на обе стороны. Согласитесь, при такой прическе объяснять бородобрейство борьбой со вшами, ну, как-то язык не повернется. Однако про вшей стоит поговорить отдельно. Я, конечно, в бороде Александра Невского не копался, но, тем не менее, у нас есть отличный маркер, который может нам говорить о завшивленности населения. Это, разумеется, сыпной ТИФ. Очень заразное заболевание с высоким уровнем смертности. А сейчас наберите воздуха в легкие, как говорил один небезызвестный товарищ, и послушайте немножко умных слов. Сыпной ТИФ – это заболевание антропонозное и трансмиссивное. Это значит, что оно передается от человека к человеку посредством некоего переносчика. И в случае ТИФа единственным переносчиком являются вши. И, как вы прекрасно понимаете, военные действия являются, наверное, идеальным условием для распространения ТИФа. Потому что рядом находится огромное количество потенциально завшивленных людей. Находятся они в скученных условиях, в условиях антисанитарии. Я думаю, тут не надо быть медиком, чтобы понимать. Первое более-менее научное описание ТИФа относится еще к 20-м годам 16-го века, ко времени итальянских войн, когда французское королевство схлестнулось в страшном противостоянии с империей Габсбургов. Особенно свирепствовал ТИФ во время 30-летней войны, когда в результате боевых действий, голода, эпидемии, фактически обезлюдили целые территории в Центральной Европе. И при этом, боже упаси вас думать о том, что все эти смертоносные заболевания обходили Россию стороной. Пожалуйста, не включайте задорного. Лучше почитайте статью коллектива Института археологии РАН, эпидемиология войны и смуты, антропологические письменные источники уровня жизни русских городов 16-17 веков. Ну и, конечно же, как вы можете догадаться, ТИФ напомнил о себе и во время кампаний 1812-1813 годов. Самый знаменитый эпизод, связанный с Цыпным ТИФом, это, разумеется, осада Майнца в 1813-14 годах. Цыпной ТИФ там разразился среди французского гарнизона и мирных жителей города. И это, между прочим, одна из причин, почему союзный русско-немецкий корпус не особенно оторвался штурмовать город, потому что прекрасно знали, что творится за его стенами. Началось все это переделка, именно для чего? Чтобы сделать их так очень похожим... Вы смотрите фильм «Гусарская баллада», вы не поймете, где французы, а где наши. Они абсолютно одинаковые. Уж не знаю, чем Лазе не нравится «Гусарская баллада», но если вы не способны отличить вот это от этого, то вам явно нужно обратиться к офтальмологу. На всякий случай, чтобы проще было запомнить, докладываю. У русской армии цвет мундира в основном зеленый, а у французов в основном синий. Хотя и там, и там бывали исключения. Хотя, учитывая, что главными героями «Гусарской баллады» являются все-таки гусары, я допускаю, что у неискушенного в историческом плане зрителя могут возникнуть некоторые замешательства. Но опять-таки, произошло это не потому, что русских хотели сделать похожими на французов, а произошло это потому, что униформа всех гусаров, всех европейских армий несет в себе черты венгерского национального костюма. И эффектная расшитая шнурами куртка-ментик. И пояс-кушак. Это все детали венгерской национальной одежды. Точно так же, как детали польской национальной одежды использовались всеми уланами европейских армий. В частности, вот этот знаменитый польский головной убор квадратный, рогатывка, перекочевал практически во все европейские уланские полки. Вернее, не практически, а просто во все. И, кстати, гусарскую униформу русские знали еще тогда, когда даже родителей Наполеона в планах не было. В основном у всех гусаров, опять же, всех европейских армий ноги растут из рубежа 17-18 веков. Во Франции первый гусарский полк появился в 1693 году. Петр Великий собирался сформировать гусарские полки из сербов на русской службе. Получилось, правда, сформировать лишь одну гусарскую команду, но тем не менее. Ну а еще я замечу, что опытный глаз военного всегда вычленивает из всего вот этого красочного многообразия мелкие детали униформы, которые позволят ему отличить, вот в данном случае, русского от француза. Да, собственно, сами смотритесь в эту картинку. Обратите внимание на Ташку. Это такая плоская кожаная сумка, что-то типа нашего планшета. У французских гусар на ней располагался орел. А теперь задайте вопрос сами себе. У российского орла сколько голов? Правильно. А еще посмотрите, что у французских гусар там изображен номер полка. Я вам докладываю, что у русских гусарских полков нумерация отсутствовала. Вообще всех интересующихся военной формой отсылаю к замечательному многотомному изданию. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Квисковатого. Отличная книга. Читайте, обнаружите там для себя много полезного. Но все-таки справедливости ради следует заметить, что иногда путаница происходила. Особенно в суматохе боя, когда все в дыму, все взрывается, постоянно кто-то на скорости проносится мимо. Действительно бывало. И самый знаменитый эпизод подобного рода относится к Бородинскому сражению. Когда французские карабинеры действительно приняли саксонских керасир, своих союзников, за русских керасир. И объясняется это довольно просто. Дело в том, что униформа саксонского керасирского полка Цастрова вот просто до предела похожа на униформу русских керасир. В частности, астраханского керасирского полка. Обратите внимание на картинки. Саксонский керасирский полк Цастрова это белая униформа и желтый отличительный цвет. В частности, цвет Вальтрапа. Посмотрите на астраханский керасирский полк. Это белая униформа, которая свойственна вообще всем русским керасирским полкам. И желтый отличительный цвет. Неудивительно, что возникла путаница. В итоге, французские карабинеры, приняв союзных им саксонцев за русских, долбанули им во фланг. И прежде чем это недоразумение выяснилось, успели ранить нескольких кавалеристов. Почему они воевали под одним и тем же флагом? Вы сравните их триколор. Наши их, это просто один и тот же флаг. Если у вас на поле боя один и тот же флаг, вы одинаково одеты. Вы все побриты, чтобы отличаться от тех, с кем вы воюете. Потому что с вами воюют бородачи. Но французский флаг появился совсем недавно. Секундочку, вот они всегда шли под одним и тем же флагом, в одной и той же одежде, слушая одни и те же команды. И воевали с теми людьми, которых они могут отличить на поле боя. Видимо, опять начались вопросы к офтальмологу, потому что теперь лоза не может различить российский триколор и французский. Честно говоря, тут сразу бросается какая-то огромная, катастрофическая, хронологическая каша в голове. Потому что тут намешаны в кучу как минимум два столетия. Давайте сначала разберемся с российским триколором. Бело-синее-красное болотнище, которое сегодня является государственным флагом Российской Федерации, впервые появляется лишь при Петре Великом. А если быть точнее, в 70-е и 90-е годы 17 века. Но очень важно, появляется оно как морской флаг, а не государственный. При помощи как изобразительных, так и письменных источников мы можем с высокой степенью достоверности судить о том, что бело-синее-красное полотнище использовалось русскими уже во время Великой Северной войны 1700-1721 годов. Однако ни Петр, ни его многочисленные преемники на русском престоле даже не помышляли о том, чтобы сделать этот флаг государственным флагом Российской империи. Произошло это уже лишь под занавес 19-го столетия. И тут для нас важны две даты. Первая это 1883 год, когда вся Россия готовилась к торжествам по случаю коронации его величества Александра III. И тогда, в 1883 году было издано высочайшее повеление о том, что для украшения городов надлежит использовать только русский национальный флаг белый-синее-красный, а других флагов не употреблять. И как бы с одной стороны это ясно выраженная государева воля, но с другой это все-таки еще не официальное провозглашение бело-сине-красного триколора российским государственным флагом. Окончательно ситуация разрешилась лишь в 1896 году, то есть уже в царствовании последнего русского императора Николая II. Здесь позволю себе привести длинную цитату. Лишь в 1896 году по военному ведомству был объявлен приказ за номером 102, которым впервые устанавливался национальный флаг из цветов белое-синее-красного. Приказ имеет следующее содержание. По высочайшему повелению для рассмотрения вопроса о российском национальном флаге было собрано под председательством генерала-дъютанта Пассиета особое совещание из представителей от Императорской академии наук и министерств иностранных и внутренних дел морского, финансов и юстиции. Совещание это, ознакомившись со всеми относящимися к вопросу законоположениями и историческими документами, пришло к единогласному убеждению, что флаг бело-синя-красный имеет полное право называться российским или национальным. Ведь цвета его, белый-синий-красный, именоваться государственными. Флаг же черно-оранжево-белый не имеет к тому ни геральдических, ни исторических основ. Флаг бело-синя-красный должен быть единым для всей империи, не исключая и Финляндии. По всеподданнейшим докладе о всем его императорским высочествам генерал-адмиралам, государь-император в 29-й день апреля высочайше повелиться изволил объявить теперь же, что национальным флагом должен почитаться во всех случаях флаг бело-сине-красный и другие флаги допускаемые быть не должны. Таким образом, статус государственного или национального бело-сине-красный флаг получил лишь в 1896 году, и в 1812 году русская армия никак не могла воевать под ним. И вот теперь давайте посмотрим, под какими же знаменами русская армия прошла все наполеоновские войны. Обновленный тип знамени был принят в 1803 году, в дни Александровых прекрасное начало. Впрочем, от павловских он не сильно отличался. Русские военные знамена тогда представляли из себя квадратное полотнище, на котором была изображена композиция в виде креста. Креста по форме идентичного знаку ордена святого Георгия. В центре изображался двуглавый черный орел, а по углам знамени находились императорские вензели, каждый в лавровом венке. В общем, по знаменам читайте работу Звегинцева и смотрите рисунки Олега Пархаева. Там все замечательно описано, изображено, все очень интересно. Но кто бы мог подумать, что и с французским триколором все отнюдь не так просто. Синее, бело-красное полотнище действительно появилось во Франции в годы французской революции. Потому что синий и красный это цвета парижского муниципалитета, а белый это цвет, который издревле ассоциировался с тысячелетней французской монархией. Белый он, скорее всего, по цвету христовой ризы. И весьма вероятно, что это отсылка к миропомазанию Хлодвига. Я напомню, что Хлодвиг, предводитель франков, был первым, кто еще, дай бог памяти, в пятом веке принял крещение по католическому образцу. Все другие правители вот этих раннесредневековых варварских королевств, они в основном пришли к арианской ереси, страшно порицавшейся римским папой. Причем, заметьте, знамена французских войск эпохи революции, эпохи революционных войн, демонстрируют там самые разнообразные сочетания вот этого белого, синего и красного. Уже при Наполеоне воинские знамена привели более-менее к единообразию, но опять же, это было сочетание цветов, где красный и синий располагались по углам. Нет, конечно, стоит признать, что полковые знамена, которые действительно копировали государственный флаг Франции, и впрямь появились в 1812 году. Это известное знамя модели 1812 года. Но дело в том, что в канун русского похода полностью оснастить все полки знаменами нового образца попросту не успели. И о знаменах этого типа гораздо более справедливо можно говорить применительно к кампаниям уже 1813, 14 и 15 годов. В общем, итог. В 1812 году русские и французы, ну вот никак не могли воевать под едиными знаменами. И уж тем более носить одинаковую форму. Ах да, чуть не забыл. Каких бородачей, которые воевали якобы с русскими и французами, имеет в виду Лоза, я в принципе отказываюсь понимать. Дело в том, что единственными бородачами, которых действительно можно было встретить тогда на поле боя, были в основном и регулярные формирования русской армии. Прежде всего это казаки, это ратники народного ополчения и это военнослужащие различных национальных формирований на службе Российской империи. Татары, башкиры, калмыкии и прочие. То, что в русской армии отдавались те же самые команды, что у французской, я, честно говоря, даже комментировать не хочу. Это абсолютный бред, потому что командным языком русской армии был русский, как ни странно. Если де Креси и де Тали абсолютно две одинаковые фамилии, один Барклай де Толли стал, потому что он в русской транспорции, а если де Тали такой же французский, наполеонский генерал, как де Креси. Логично, у него и французская фамилия. И вдруг мы видим, что да, Москва французу отдана. Что касается Барклай де Толли, то тут фантазия Юрия Эдуардовича пустилась просто вскач. Потому что Барклай у нас теперь оказывается этнический француз. Кстати, самое забавное, что неизвестно какими путями, но вот тут под всей той чушью, которую несет Лоза, появилось хотя бы какое-то реальное основание. Потому что Барклай, я не знаю, как это у Лозы получилось, но он действительно все же имеет хоть некоторое, хоть отдаленное отношение к Франции. Все дело в том, что основателем шотландского клана Баркли был нормандский рыцарь Рожер де Бершеле, который прибыл в Англию в 1066 году вместе с Вильгельмом Завоевателем. Что же касается частички де Толли. Вопреки тому, что говорит Лоза, она не имеет к Франции вот уже точно никакого отношения. Все дело в том, что она происходит от названия шотландского замка Тоуи, которым владел клан Баркли. Кстати, опять-таки, если хотя бы на секундочку представить, что Лоза говорит хоть что-то разумное, то необходимо вспомнить, что французская дворянская приставка «de» означает привязку географическую к какому-то конкретному месту. Точно так же, как в немецком языке приставка «фон». Я не поленился посмотреть, дело в том, что во Франции имеется всего лишь один городок с названием Ле Толли. И что-то мне подсказывает, что Барклай родом не оттуда. Сам же Барклай де Толли происходил из гонзейской ветви своего рода. Его прадед Йоганн Стефан Барклай де Толли переселился в Ригу в 1664 году, ну а там уже по прямой. А кто такой наполеоновский генерал де Креси, я вообще не знаю, мне такой не попадался. Кутузов умный наполеоновский генерал, самый успешный из французских генералов. Он стал Кутузовым, Смоленским. Это первый титул, который он получил в этой компании. Как только наши сдали Смоленск, он получил этот титул. За сдачу дает титулы? Ну не дают, за завоевание дают. Значит, первый город, который взял Кутузов, был Смоленск. Потом он пошел дальше, но, опять же, по той версии, поймите, это не я придумываю все, я сейчас не изобретаю, но вот посмотрите, сами ее найдете. По той версии получается, что Кутузов, нашу часть французского объединенного войска, Антанты первой, той еще той, 1812 года, наших не пустил грабить Москву. Как только он ее завоевал, как только Кутузов сжег Москву, он пустил туда одних французов. И поэтому французов потом можно было выставить в образе врага. А наши сидели дома и, к сожалению, не пограбили. И вот, наконец, про Кутузова. Дело в том, что Михаилу Илларионовичу от лозы досталось ничуть не меньше, чем Барклаю. Он точно так же, как и Барклай, объявлен наполеоновским генералом. Вы только вдумайтесь. Оказывается, Кутузов не сдал Смоленск, а наоборот взял его. И за это получил титул князя Смоленского. Все бы ничего. Вот только есть два но. Первое. Это то, что Кутузов получил титул князя Смоленского только в декабре 1812 года по факту победоносного завершения кампании и изгнания наполеоновских полчищей с пределов Российской империи. И второе но, мое самое любимое, это то, что Кутузов не сдавал Смоленск. Во время всех трех дней Смоленского сражения главнокомандующим по-прежнему оставался Барклай де Толли, и все решения исходили от него. И вот самая обидная для лозы незадача. Дело в том, что императорский рескрипт о назначении Кутузова как главнокомандующим датирован лишь 8 августа 1812 года, а Смоленск сдали 6 августа 1812 года. Лишь за двое суток до того. Да, следует оговориться, обычно я все даты называю по новому стилю, но учитывая, что тут речь идет все же о русских дореволюционных документах, я, чтобы избежать какой-то путаницы, буду все даты говорить по старому стилю. Если вам удобно пользоваться новым стилем, просто прибавляйте 12 дней. К чему я все это веду? В начале 19 века новость даже такой государственной важности не могла из-под Смоленска достичь Петербурга за двое суток. Это было физически нереально, потому что новости распространялись с той скоростью, которую максимум мог выдать одиночный всадник за день. Ну, среднюю скорость, я имею в виду. Тут следует сразу же еще вспомнить о том, что отношения между Кутузовым и Александром I были весьма натянутыми. Но, тем не менее, все-таки поддавшись давлению общественного мнения, Александр I принимает решение назначить главнокомандующим именно Кутузова, а не Бениксона. Хотя, с другой стороны, может быть, Александр I и сам понимал, что такой вариант развития событий все-таки лучше. После того, как решение о назначении Кутузова командующим было принято, он имел аудиенцию у государя. И уже 11 августа 1812 года новый главнокомандующий выехал к войскам. Я хотел бы особо подчеркнуть, что в этот момент он еще не догадывается о том, что Смоленск пал, и выезжает он именно в Смоленск. И это доказывается, например, тем сообщением, которое он отправил Милорадовичу. Но уже в тот же день, 11 августа 1812 года, Кутузов получает от курьера письмо, предназначенное лично государю-императору, и которое вскрывает с его доверия. И из этого письма Кутузов узнает о том, что Смоленск был сдан. Таким образом, еще раз подчеркиваю, 6 августа 1812 года Смоленск пал, 8 августа Кутузов назначен командующим, 11 августа он отправляется в Смоленск, не подозревая о взятии города. И в тот же день, то есть через 5 дней после падения города, он узнает о том, что Смоленск занят великой армией. То есть почти 5 суток новость шла до Петербурга. Вот так вот и не стыкуется у Юрия Эдуардовича. И получается, что Кутузов сдать Смоленск ну никак совершенно не мог. Потому что он отправился к армии и принял, собственно, армию в Царево займище только после того, как Смоленск был утерян. Знаете, самое обидное, что вот все, что я вам сейчас долго и муторно рассказываю, это ведь не какие-то суперсекретные сведения, которые сложно достать и нужно сидеть целыми годами в архивах. Нет, это все уже давным-давно прекрасно описано и установлено. В случае Кутузова рекомендую замечательную монографию Лидии Леонидовны Ивченко, замечательного российского историка, специалиста по войне 1812 года. Ну и, конечно же, либо в описании к ролику, либо в конце ролика я обязательно дам список литературы по теме. Очень интересное, а самое главное, познавательное чтиво. Читайте в свое удовольствие, наслаждайтесь. Итак, друзья, подведем итоги. С одной стороны, перед нами типичнейшая мракобесия. Я бы даже сказал, банальная мракобесия. Но хоть в одном-таки Юрий Эдуардович без сомнения прав. Это все действительно придумал не он сам. Дело в том, что Отечественная война 1812 года, как одна из, вне всякого сомнения, знаковых страниц русской истории, ну, просто не имела шанса не подвергнуться пристальному вниманию самых различных мракобесов, лжеученых, фриков от истории и просто самых настоящих дилетантов. И в данном случае Лоза выступает просто ретранслятором того, что другие, точно такие же фрики от истории, наплодили задолго до него. Как вы понимаете, исторические источники он не уважает в принципе как явление. И, честно говоря, как мне кажется, даже не подозревает об их существовании. Контраргументов каких-то для него в принципе не существует. Вы заметили, что когда ведущий пытается ему хоть что-то возразить, он сразу нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет и продолжает старую песню, как мантру. Потому что с вами воюют бородачи. Но французский флаг появился совсем недавно. Секундочку, вот они всегда шли под одним и тем же флагом, в одной и той же одежде, слушая одни и те же команды. Да. Скомкать два века русской истории в кучу, да и не только русской, вообще всемирной истории. Да, пара пустяков. Приписать оппоненту ложные аргументы, а потом мастерски же их разбить. Вообще легче легкого. Какие-то, может быть, тонкие моменты, в которых временами нужно элементарное знание языков чуть выше среднего, а он туда врывается просто как слон в посудную лавку. Ну и, конечно же, в качестве подтверждения собственным словам, он обожает использовать то, что сам же и сказал буквально за пару минут до того. Это просто блестяще, на мой взгляд. И сказать еще можно очень много чего. Да, я хоть и недолго занимаюсь видеоблогингом, но вот такого у меня не было никогда. Чтобы человек наговорил за три минуты столько бреда, что у меня в итоге получилось 20 страниц сценария. И вот в этом Юрий Эдуардович действительно рекордсмен и гигант мысли. Я уверен, сказать еще можно много чего, но нам нужно заканчивать. И так слишком долго мы тут беседуем с вами. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, на группу ВКонтакте, ставить лайки, писать комментарии. Мне это все очень сильно поможет для продвижения канала. Буду вам сильно благодарен. И вместо заключения, уважаемый Юрий Эдуардович, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения и желаю вам как можно более долгих лет жизни. И еще маленькая к вам просьба. Юрий Эдуардович, пожалуйста, снизойдите до вашего преданного фаната и добавьте в друзья Юрия Хованского. Юрий Хованский является большим поклонником вашего творчества и его это непременно порадует. Ну что ж, а мы с вами прощаемся. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok